Прямиком с фронта Павлодарский музей боевой славы пополнился уникальным экспонатом военного времени. Сюда привезли вагон, в котором отбывали на фронт будущие солдаты. Исторический экспонат возрастом более века расположился в музее под открытым небом. Этот старый вагон-теплушку построили еще в 1894 году на заводе Ростбалт. Сколько километров исколесила военная реликвия, не знает никто, но известно, что во времена Великой Отечественной войны вагон выполнил свою миссию сполна. На нем возили на фронт продукты, одежду, медикаменты и добровольцев, готовых отдать свои жизни за родину. Еще в таких вагонах эвакуировали людей, захваченных фашистами территорий. А сколько оружия на нем перевезли во время войны, не счесть. Потом он помогал разгромить японские войска на Дальнем Востоке. После войны теплушки еще долго служили людям в восстановлении разрушенного народного хозяйства. Этот вагон, отслужив несколько десятилетий, простоял на станции Тускала в Товолжане. Недавно железнодорожники-энтузиасты решили отреставрировать военного труженика. Там полки были, на полках они внизу, вверху спали, в три рядания были подняты. Необычный военный экспонат музею боевой славы передавали торжественно. Организовано театрализованное представление с песнями военных лет. Мы очень ценим и любим ветеранов. И мы хотим, чтобы молодежь не повторяла ошибок прошлого. И именно для этого и создаются подобные открытия, подобные представления, которые как-то мотивируют задумываться о прошлом. Вагон занял особое место в военной инсталляции музея под открытым небом. Ветераны говорят, от него веет история трагичной, но победоносной. Ербулабишев, Арман Якубов, Марат Игликов из Павлодара.